А в Троицке выпускников ждут в единственном на Урале медресе. Учебное заведение начнет свою работу 1 сентября. Там будут готовить кадры для исламского духовенства. Курсы рассчитаны на 3-4 года по очной и заочной форме. В этом году ожидают около 20 студентов. Медресе в Троицке считается одним из старейших в России. Оно было открыто еще в 1883 году по инициативе Зайнулы Расулева, известного просветителя и религиозного деятеля. И просуществовало до 2019 года. Прошлым летом власти приняли решение возродить медресе. За год отреставрировали историческое здание училища. Его официальное открытие состоится в июле на Расулевских чтениях. На сегодняшний день между региональным духовным управлением и Российским Санкт-Петербургом подписано соглашение о подготовке кадров преподавательского состава, выпускников этого университета. Уже 6 человек заявка сделана, и все они удовлетворены. В начальном этапе образование в медресе будет бесплатным. Уже сейчас заявки на обучение приходят не только из Челябинской, но и из Тюменской и Свердловской областей. Много лет подобные учебные заведения работают в Башкирии и Татарстане. Студенты изучают традиции, историю родного края, историю ислама и коронаведения, арабский язык и каллиграфию, а также хадисов из речения пророка Мохаммеда. Кстати, с его прямым потомком можно будет пообщаться на Расулевских чтениях. Шейх Абдуразак Асаиди приедет из Иордании в Троицк уже в третий раз. Но задать интересующие вопросы мусульмане смогут впервые. Многим людям важно как бы как раз и пообщаться с пророком Мохаммедом. Для тех, кто исповедует ислам, это очень важно. И поэтому мы предусмотрели именно такой опыт. Прошлого года показал, что желающих было около 300 человек. Поэтому будет как раз отдельный круглый стол с ним. Кроме того, участников Расулевских чтений ждет большая культурная программа. Она начнется с 5 июля смешноудородного конкурса чтецов Мунаджата. Также в Троицке пройдет премьера татарского фильма «Мула». Сама научная конференция по вопросам ислама откроется 6 июля. Завершатся Расулевские чтения традиционно сабантуем 7 июля.